Друзья, привет! Сегодня, 31 августа, в Московском городском суде рассматривалась апелляция о мере пресечения в отношении Александра Дорогова, который находится сейчас под стражей из-за обвинения по статье 163. Это вымогательство. На самом деле, процесс был не очень длинный, но интересный, потому что как минимум на 10 грубейших ошибок указал в своем обращении адвокат Барковский. Но, несмотря на это, несмотря на то, что судья оказался иногда лояльной, но потом начались странности. Хотя какие странности могут быть в этом запутанном деле, вы же все понимаете. Так вот, судья отказалась принимать ходатайство о приобщении материалов дела из ОНК, справка из ОНК, что был избит Дорогов в изоляторе следственном. Медицинская справка осмотра Дорогова после избиения и еще ряд документов. То есть, вот нет и все. Прокурор был прекрасен в своей ненависти к Дорогову. То есть, отклонить все, ходатайство не поддерживаю, это отклонить, это не разрешить, пусть сидит. Сам Александр сейчас уже не в Егорьевске. А знаете где? Ну, это старая пытка, старая НКВДшная пытка мучить людей этапами. И так, как Александр рассказал сам по видеоконференции, он находится в СИЗО города Кашира. И туда его перевезли вчера. И везли его, а там расстояние, ну что-то около 130 километров, везли его 14 часов. Слушай, тебя с вещами доставили или только на время конференции вот этих видео? Доставили с вещами, 14 часов пути было, я не кушал ничего. Сейчас сбросили меня в подвал, сказал, будешь здесь находиться. И там нет никакой информации, очень сверху, мне пришлось сидеть в четыре зуболки, чтобы не заберут. Матраску кормлены, но я сейчас соблю, не помогать, все покажу. Высота подалка, где я нахожусь около 220, между кроватями около 80 сантиметров. Я ему еще один написал, да, что тебя перевели. Я не понимаю, не перевели, если я сказал, что меня камера номер два устраивает. И все продукты, которые были переданы мне, мне не сказали, что я уезжаю. Вся моя посылка осталась там. Мне сказали вещи, возьми на выход, а потом уже сообщили, что я куда-то уезжаю. А они часто так делают. Вещи на выход, они проверяют вещи, потом заходишь обратно. Ты один там в камере? Да, один. Камера вообще не приспособлен, ничего там в камере нету, ни воды, ни какой-то чего. Мочка для воды нету, мусорного ведра нету, информации никакой нету. Очень холодно. Я не говорю, холодно, я говорю, как я? Андрей. Ты мне подписывал, я ему перписывал. Ой, ну или то, что в 25-го часа в СИЗО в номер 7 мы подали 33 жалобы с заканинками, эти жалобы были похоронены. И одна жалоба была зарегистрирована. Я думаю, да. Вы понимаете, да? Насколько надо быть вот таким вот извращенным негодяем, чтобы организовать такую пытку перед днем судебного заседания. Причем, что характерно, Александр говорил, что каждый день у него проходят обыски в камере и досмотр личных вещей. В этот раз сделали глубокую подляну, такую мерзкую. Значит, сказали, там, Дорогов с вещами на коридор. В коридоре вещи его обыскали, но он взял личные вещи. А те вещи, там, продукты, которые привозили мы ему в передачах, его супруга и мы, остались в камере. Потом мы сказали, все, поехали. И он, как-то в чем был, там, не забрал ни постельное белье, ни продукты. Его, значит, сажают в автозак и 14 часов везут в Каширу. Повторяю, 14 часов. Даже в комфортабельном автобусе это будет не самое удобное такое путешествие. А тут автозак. Естественно, не пописать, не покушать, не попить. Это пытки, я считаю. По приезду Александра... Я сегодня просто видел его сам по видеоконференции. Не могу вам видео показать. Видео будет чуть-чуть попозже, само оглашение, решение судьи. Но какое-то время мы с ним могли пообщаться через адвоката, вот через видеоконференцию. Он сообщил, что его сейчас посадили в клетку. Очень маленького размерчика. С потолками, что-то там чуть ли не двухметровой высоты, может, чуть больше. Где нет туалета, нет воды. Ну, такой, знаете, вот, ну, чтобы там, рукомойник какой-то там, раковина. Зато вода есть на стенах. В камере холодно и сыро. Доргов сказал, что он вынужден надеть 4 футболки, чтобы согреться. Ну, потому что вот вещи-то остались, как бы. Он выходил с личными вещами на коридор. И ему там сказали, что он теперь там просидит долго. Это ли не пытка? Единственное, что мы успели сегодня сделать, это отправить к нему ОНК. Потому что уже с утра мы узнали, что в 9 часов Доргов уже не было на территории СИЗО-7, который, Егорьевская, где он сидел. Так вот, ОНК должны были к нему сегодня приехать в Егорьевск и с ним пообщаться. Но из-за того, что его перевели, естественно, они очень быстро, на удивление быстро, узнали, что он находится в Кашире. И приехали в Кашир. И Доргов уже нам сказал, что ОНК к нему приехали. Это замечательно. Зачем его перевезли из Егорьевска в Кашире? Возможно, вы подумаете, что, может быть, там нет возможности видеоконференции. Есть! Доргов сказал, что в Егорьевске есть система для видеоконференции, для судопроизводства. То есть, это та самая пытка этапом, которую придумали НКВДшники и сейчас с блеском продвигают в современной криминальной России. Ну, вы понимаете, кто здесь криминал в этой истории? И это не Александр. Что еще рассказал Александр? Поблагодарил за письма. Сказал, что получил 10 писем. Кому-то смог ответить, кому-то, может быть, не ответил. Ребят, пишите письма. Единственное, мы пока не знаем, куда. Но как только узнаем, потому что возможно, что сегодня после визита ОНК его опять куда-нибудь этапируют. Волоколамск, Ногинск. Много СИЗО в Подмосковье. Могут перевезти в любой. По Подмосковью. Вы же понимаете, что интересанты. Это подмосковные, ну, вы понимаете кто. И они могут чебучить, как хотят. Ну, измываются над человеком. Это понятно. Он им кровью попил, они в свое время там... И теперь они на нем отрываются. Ну, хотя бы не били. Потому что ездит теперь адвокат регулярно. Прошли те времена, когда мы не знали, где он. ОНК будет навещать его регулярно. И мы надеемся, что такого беспредела, какой уже был, в отношении него не будет. На суде. На суде, конечно, все было довольно-таки печально. Видеосъемку разрешили, но только результативную часть. Большое спасибо всем людям, кто пришли в суд. Кто-то не успел, но 15 человек было в зале сюда. И еще возле сюда тоже там собрались люди. Спасибо вам, ребят. Мы должны приходить. Мы должны показывать, что Александр не один против этой системы бьется. Что мы с ним, что мы будем продолжать его поддерживать и так далее, и так далее. Огромное спасибо всем за вашу поддержку семей Яны Александра. Да, вот с дорогим получилась такая беда, что сейчас он лишился практически всего того, что мы ему привезли. Но это же, вы понимаете, что это не он профукал, а это полицейская подстава. Вот эта вот подляна мерзкая. Над ним и забывается, как хотят. Мы сделаем все, чтобы Александр были необходимые вещи и продукты для того, чтобы он мог вот это время, пока беспредел продолжается, находиться в определенном, возможно, в тех местах комфорте. Еще раз спасибо за поддержку. Смотрим резолюцию судьи. Судья запретил себя показывать, но вы можете найти. Это Николенко Любовь Ивановна. Мосгорсуд, по-моему, 9 состав суда, если не ошибаюсь. Ну и в конце будет маленькое завершающее слово адвоката. Барковский Константин, адвокат. Знаете, было два звонка нам. И такие, кого вы там пригласили, это же там какое-то там... Говорить не умеет, писать не умеет. Ребята, он прекраснейшую речь произнес, наверное, минут на 15. Такая прекрасная, что судья сначала делал вид, что интересно, такая прям, да, что они там говорят. А потом уже начали прерывать. Типа там, Барковский, сколько у вас там еще? А какая разница? Адвокат может читать речи хоть час, хоть полтора, хоть три часа. Помните Полевака, такой известный адвокат? По 4, по 5 часов читал речи. Защиту своей подзащитной. Ну и здесь у нас Барковский уложился в 15 минут, за что ему огромное спасибо. Еще раз повторяю, очень много нарушений в этом процессе. И в доказательной базе. И в представлении документов. И вот даже в том, что Доргову вменяет, что он пересек границу, а загранпаспорт все это время был дома. И сегодня жена принесла его и показала. Ее, как видите, опросили, что вот, загранпаспорт у меня. Доргов у вас, а загранпаспорт у меня. И вот штамп, он никуда не ездил. Понимаете? И то, что в деле есть репорта полицейских, что мы приходили, стучали, никто не открывал, опросили соседей. Соседей таких в природе нет. В соседних квартирах в этом доме, где живет Доргов. Даты нету. Подписи нету. То есть просто от баллы написали, там фамилии какие-то вставили и в дело вложили. И прокатило. Прокатило, понимаете? Ну, это же судилище. Вы все прекрасно понимаете. Пока у нас независимых судов в России днем с огнем не найдешь, это все будет продолжаться. Но мы должны, мы должны сражаться дальше. Как говорится, проигран бой, но не проиграна война. И Александр Доргов, и Ян Николаевич Катилевский будут на свободе. Ближайшие суды, насколько я понимаю, 10 сентября. О всех новостях вы можете узнать из нашего телеграм-канала, из Силы Движения. Также есть канал Катилевский и Доргов.Инфо. Там сегодня шла текстовая трансляция с суда. Она также появилась на канале Силы Движения. Все новости будут там. Подписывайтесь, поддерживайте семьи, приходите на суды. И да, скоро, очень скоро мы вас попросим помочь нам отправить жалобы. В прокуратуру, в следственный комитет, в судейскую коллегию по поводу того, что судья-то там уже чайник-то свистит, блин. Ну, потому что такое, что она наградила, ну, это просто, ну, вверх судейского какого-то, судейской некомпетентности. Я это считаю. Это мое личное мнение, но вы можете его поддержать. Напишем жалобу на судью. И, возможно, если человек 200 напишет эту жалобу, наверное, это будет какой-то эффект, скажите, пожалуйста. Но все зависит от вас. Еще раз большое спасибо, извините, так долго. Не переключайтесь. Субтитры предоставлены в городе Москва 21 августа 2020 года. Московский городской соцсостав председательствующего судения Холлента, при секретаре-помощнике судей Маджовский, с участием прокурора Радина, защитника адвоката Барковского, обвиняемого Дорогова, рассмотрел в открытом судебном заседании операционную жалобу защитника адвоката Барковского на постановление Севского районного суда города Москва 28 августа 2020 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дорогого Александра Борисовича 27 июля 1976 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного в УК РФ, в частности 3 статистского штатейки ОК РФ. Наслужен как раз судей Николин в преступлении защитника адвоката Барковского и обвиняемого Дорогова на поддержку судов для операционной жалобы, мнение прокурора Радина, положавшего в постановлении суда оставить без изменения. Суд, руководствуясь статьями 389-13-22-8 ОК РФ, постановил в постановлении Шевского района суда города Москвы 28 июля 2020 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дорогого Александра Борисовича оставить без изменения операционную жалобу без удовлетворения. В полный текст постановления стороны могут случить через трое суток в Тверском суде и обжаловать его в эссоционном порядке. Дорогого, вам понятно, мое дело, понятно постановление, да? Понятно, что судя еще. Понятно, что нужно обжаловать его в эссоционном порядке? Нет. Судебное заседание объявляется за выбор. Константин, закончилась апелляция по мере пресечения Александра Дорогого, вы блестящую речь произнесли, но судья как-то очень быстро, наверное, минут за пять вынес на свое определение и отказала. Назовите самые важные нарушения, которые можно будет в следующих инстанциях как-то вот найти правду чуть дальше, если здесь-то ее не найти. Ну, учитывая то, что прокурор высказался сразу и категорично в своей речи о том, что все подписки о невыезде, постановления и решения, принятые следователем, они являются законным, то там сразу было все понятно. И особенно мне понравился тот момент, когда в середине своей речи судья федеральной апелляционной инстанции меня спрашивает, что у вас там долго еще? И, то есть, на этом этапе я сразу понял, что, конечно, решение у нее уже было готово. И учитывая, что она даже десяти минут не прошла, как находилась в совещательной комнате и огласила результативную речь, то, конечно, у нас не было просто никакого шанса. Хотя, что касается материального и процессуального права, то, безусловно, конечно, господина Дорогова должны были отпустить немедленно. Потому что такие грубейшие нарушения и такое игнорирование закона, вы знаете, я еще не видел. То есть, если вы считаете, что вами в вашей речи, в вашей жалобе было найдено, я так понимаю, больше десятка несостыковок и неправомерных действий, исходя из действующих законодательства, а судья, через пять минут вышла и отторобанила свою минутную речь, что все нормально, Тверской суд все нормально написал. То есть, изначально эта речь была как-то кем-то написана или прислана судьей? Какой-то телефон добра получается? Я думаю, что в этом случае было все ясно уже до начала судебного заседания. Вы же видели, с какими боями суд приобщал те документы, которые защита хотела приобщить. Ну, согласен, да, цеплялись до любой мелочи. Конечно. Но, что ж, впереди еще проигран бой, но не проиграна война. Спасибо вам за вашу деятельность. Будем продолжать дальше биться в судах. Спасибо всем тем, кто к нам сегодня пришел. Порядка 20 человек. Вот на заднем плане, кстати, люди стоят по поводу Платошкина. Ну, кстати, тоже важное социальное мероприятие, но вот Дорогов-то тоже молодец. Так что, ребята, приходите. Я еще хочу сказать, что, видите, тот факт, что вчера за 14 часов до начала рассмотрения апелляционной жалобы моего подзащитного Дорогова уже перевезли в другой следственный изолятор. Я думаю, тоже о чем-то говорит. Ну, это было подстроено. Я думаю, конечно, уже было все согласовано и, соответственно, его перевезли в другое место, потому что в тех пресс-камерах уже не было необходимости его содержать. Вот и все. Поэтому было все спланировано заранее и заранее было вынесено решение. Это мое личное мнение. Понятно. Спасибо. Будем продолжать борьбу. Да, спасибо. До свидания. Друзья, еще раз привет. Маленькое послесловие. После того, как я уже почти собрал ролик, мне дозвонился по видеосвязи из тюрьмы, здесь зоны точнее, наш старый друг и коллега Азамат Валеев. Он же БАЦ-18. Очень похожая история. В том плане, что очень профессионально трепал нервы полицейским. писал заявление, жаловался, выявлял. Нашли на него управу. Подставили человека. Взяли просто за то, что он не совершал. Ну, естественно, самый гуманный суд и честный. Ага-ага. И вот Азамат находится уже больше двух лет за решеткой. Но, в отличие от следственного изолятора, Азамат может пользоваться видеоконференцией. Есть сейчас такая штука, как в зоне телеком. Есть звонки, есть видеозвонки. И вот небольшой из 15 минут доступного его времени разговор со мной. Я попросил его посвятить небольшому рассказу о том, как что увидите сами. Ну, правда, я вот сейчас записываю ролик уже ночью. Три часа ночи, я с работы звонил мне Азамат днем. Но, как бы, что есть, то есть. Азамат молодец, держится, крепится. Да, никто не застрахован. Да, мы все находимся под пристальным вниманием полиции и тех органов, против которых мы снимаем видео. Но мы будем снимать видео. И не только мы. У нас много, друзья. Будем продолжать снимать, будем продолжать выявлять. Будем, конечно же, осторожнее. Спасибо. Ребят, с нами на прямой видеосвязи. Сегодня не только Александр Доргов, но еще и Азамат Валеев, Бацилла. Азамат, сколько ты уже находишься вот в этих неприятных местах? Кстати, сегодня я нахожусь ровно 2 года и 10 месяцев. Вот. То есть каждый день прям считаешь. Офигеть можно. Слушай, ну, смотри. Вопрос такой. Понятно, что все это неприятно, что любого активиста, любого там неравнодушного человека, который не угоден власти, могут закрыть по беспределу, как это произошло и с тобой, вот подстава, когда человек, который, ну, был реальный, там, ну, как бы убийца, взял, странно стал свидетелем, потом странно скрылся от чьей страны, и никто его не искал, как бы все нормально. Просто в 2-3 словах для наших вот друзей, для наших зрителей, по поводу нахождения там, насколько все критично, не сходишь ли ты с ума, можно ли жить? На самом деле, человек может жить везде, в любых условиях, если он человек достаточно коммуникабельный. Здесь тоже есть люди, к сожалению, их не так много нормальных людей, но они есть. Есть с кем пообщаться, к счастью. Хотя лагерь считается красным, но все не так печально, как, видимо, в других лагерях. Здесь не так, да, вот. Многие, кстати, сотрудники, на самом деле, на моей стороне. Есть сотрудники, которые даже поддерживают Алексея Навального. Круто. Но не будем называть их фамилией, а то что-то грозит им увольнение. Нет, нет, нет. Пусть они остаются. Ни в коем случае. Скажи, был ли какой-то прессинг изначально, вот, в отношении твоей личности, когда ты попал туда? Да, конечно, конечно. Меня вместо карантина, это все же еще. Меня посадили в отдельную камеру, где содержали совершенно одного под видеонаблюдением, под полным контролем. Пытались навернуть режим, то есть такой жесткий. Но потом, когда увидели, что я не идиот, они все считали, что я полный критин какой-то, то есть я готов на всю, лишь бы только разбомбить. Стены тюрьмы, там, любого человека в форме. То есть обо мне шли какие-то слухи ненормальные, что человек в форме для меня это просто какой-то демон, который я готов... Так. Все стало на свои места. Понятно. Азамат, ну и для наших зрителей, для подписчиков, твои пожелания, ну и, естественно, со словоподдержкой Яну и Александровну. Подожди, повтори, пожалуйста, вопрос. Слова поддержки для Яны и Александра, ну и общий привет для наших зрителей и подписчиков. Яна я знаю очень давно, надеюсь, мой друг до сих пор. Я очень переживаю за его судьбу. У него недавно родилась дочь. Я очень хочу, чтобы Яна оказалась на свободе. Это человек, настоящий гражданин страны. Он достоин того, чтобы быть на свободе. И вообще, любой активист, любой человек, который действует в интересах граждан, не может быть просто так посажен в тюрьму. Я хотел бы нашим зрителям, нашим друзьям, подписчикам сказать, ребята, посмотрите на Белоруссию. Два года назад всего лишь то же самое было в Армении. А шесть лет назад, семь лет почти, было в Украине. И там все нормально. Там все круто. Ребята, наберитесь смелости. Это да. Ну, потихонечку будем набираться. Да, Зават, тебе большое спасибо. В общем, жду еще от тебя звонков. И от тебя приметы Яну я передал лично, буквально на следующий день после нашего с тобой общения. Спасибо большое. В тот же день даже. В тот же день, когда ты пристался за ним, я был в суде. То есть я им все передал. Он тебе взаимный ответ тоже привет передавал. Все, спасибо, держись там. Все будет нормально. Все будет пучком. Держитесь все. Да, вам гораздо сложнее, чем мне. Меня обеспечивает государство. Лучше вы к нам. Лучше вы к нам. Редактор субтитров А.Семкин